доброго времени суток мои приятные молодые люди меня зовут ильдар и знаете давным-давно на канале не было разговорного формата я даже не знаю как назвать этот видеоролик мои увечья я инвалид мрази зимой на льду человек без шеи в общем я хочу рассказать про травмы которые были в моей жизни все потому что я снимаю на фоне самого травматичного наверняка вида спорта ребята играет хотя я просто играю языком сейчас с вами думаю вам будет интересно посмотреть заварите себе чайку налейте пиваса венца съешьте не знаю свою подругу губами поехали первую свою травму я получил по-моему в лет так это был второй класс мне было лет восемь примерно я сломал руку да в общем как это было мне было восемь лет я решил подружиться с девочками скажем так это было мое первое знакомство с девочками наверняка на тот момент они еще не подозревали но в них зарождалась вот какая-то эта феминистическая структура феминистический настрой это были первые реально радикальные феминистки почему значит я подхожу к девочкам и говорю девчонки привет меня зовут ну насколько я помню естественно я не особо помню что было 8 лет ну примерно так пускай будет девчонки добрый вечер меня зовут ильдар мне своя фирма я прошел бизнес молодость давайте с вами пообщаемся и они сказали да конечно давай меня там зовут вика меня кристина кстати впоследствии я учился в одном классе с этими девочками они говорят слушай братан ну и вот тут такими делами интересными занимаемся ты как вообще по спорту нет я говорю конечно по спорту в тот момент я еле ходил никак моя жизнь не изменилась с того времени говорит давай ты повисишь на турник я вот показываю я вот так он берусь за турник руками они говорят сейчас мы тебя будем за две ноги вот так вот раскачивать и ты должен будешь сделать типа солнышко на тот момент я подумал что это достаточно просто потому что какие-то ребята это делали я не знаю наверняка это были какие-то будущие гимнастки гимнасты возможно они сейчас выступают на олимпиаде не знаю но люди это как-то делали и не умирали учитывая что на тот момент количество моего мышечного запаса были было примерно минус 20 то есть я вообще не знаю почему я был жив до сих пор я повис на эту перекладину и понимаю что в принципе моих усилий хватит где-то ну на минут минут на минут 0,003 минуты где-то вот так вот на секунд десять в общем то и меня начинают рассказ раскачивать девчонки и в какой-то момент я понимаю что мое тело она уже прилетает за перекладину то есть перекладину понимаете я вешу повис на ней и я в плоскости одной с перекладиной то есть параллельно полу земле и в этот момент я понимаю что как бы моих захватнических способностей не не хватает все энергия закончилась до свидания я просто вот так вот вижу я как космонавт на долю секунды повис в невесомости и полетел вперед ногами каким образом я умудрился сломать руку то есть я помню я падаю теряю сознание я очнулся уже в кабинете медсестры мне нашатырь перед носом и рука просто вот так вот висит собственно потом я около месяца ходил с гипсом очень сложно было заживала кость у меня перелом был закрытый но как бы кусок кости торчал по-моему я сломал лучевую кость после этого знаете как-то дружба у меня с этими девочками не продолжилось я даже не знаю почему может быть просто я хотел пойти на кровать в столовую обед они вызвались раньше меня и мы что-то не поделили они потому что они мне сломали руку блять 8 лет я очень любил детстве фильмы про я макаси ну реально классные ребята бегают прыгают с девчонками знакомятся накачанные подкачанные сексуальные мужчины супер и женщины там тоже неплохие были в общем я хотел быть похожим на них и зимой я любил кататься с горки как и любой уважающий себя ребенок конечно же какой ребенок не любит этим заниматься в общем я со своим другом пошел на горку проблема в том что все крутые ребята у них были либо мини лыжи они катались на ногах либо они просто катались с горки вот по этой ледяной горки просто на ногах я так как самый крутой чувак во дворе у меня был поджопник и я на нем собственно катался вот но в один момент посмотрев фильм я макаси я решил что я эффектный парень я не пальцем деланный я не из говна слеплен я тоже классный я тоже могу все это сделать в общем я благо обладал каким-то количеством мозга на тот момент сейчас это конечно уже под вопросом я буду дал каким-то количеством мозга и начинал свою карьеру съезда по ледяной горке с самого низу то есть я становился я меня очень плохо вообще вот с вот этой вот штукой которая называется равновесие сила притяжения на меня действует чуть чуть больше чем на обычного человека поэтому я просто становился в самое начало отталкивался как-то разгонялся и так постепенно ездил в общем я тренировался около часа и в один момент я решил что не нужно постепенно поднимать угол своего спуска вниз а нужно сразу можно сразу подняться на горку и поехать я тогда был со своим другом с одноклассником его звали глеб по моему и мы стояли на этой горке он вообще прекрасно справлялся со своим заданием он становился на две ноги упорно он на мини-лыжах не на мини-лыжах на чем угодно на жопе на одной ноге на языке уверенно все мог проехать он вообще очень ловко проезжал эту горку и я думаю блять да в этом нет ничего сложного я же вот эти 6 сантиметров могу проехать сам конечно могу господи вот он мне говорит слушай давай типа чтобы круче было сейчас гениальная идея типа знаете вот что может прийти в голову ребенку лет 11-12 гениальная идея конечно говорит давай чтобы круче я тебя просто сзади подтолкну ну реально же быстрее поедешь пизда-то будет братишка класс я говорю ну братан ты знаешь в Ямакасе и не такие вещи вы творяли с удовольствием приму твою помощь я короче в начале этой горки там спуск но я не могу сказать что он такой но он прям очень резкий типа он резкий я становлюсь он говорит ну типа ты не стой потому что неудобно будет давай типа ты будешь разгоняться я тебя просто сзади подтолкну я говорю братан с удовольствием в общем я набираю разгон он меня на чутка толкает я еду вниз я проезжаю сантиметров 40 меня начинает разворачивать на 180 градусов в общем меня захотел этот лед на 180 практически на 360 на 180 вот я я честно говоря удивлен почему я не видел себе зубы то есть я поворачиваюсь и со всего размаху блять головой втыкаюсь в лед просто вот топором ну и просто вот так вот вниз лицом я тут до конца этой горки я стою то есть точнее я лежу не понимаю что происходит мой друг как ни в чем не бывало абсолютно ничего не произошло отлично съезжает с этой горки и спрашивает у меня ну как ну типа отлично блять я отлично проехал братан спасибо что помог мне я лежу вниз головой я переворачиваюсь у меня рассечена бровь полностью рассечена хуярит кровь все нормально нормально голова гудит самое классное что я сделал естественно я приложил снег пришел домой и маме я пришел в капюшоне и знаете как любой подросток который нагадил где-то что-то испортил не говорю маме а у меня дико болит голова пиздец меня тошнит у меня хуярит кровь из бровей я просто лежу в комнате наверное часа два если бы мама не зашла и не посмотрела что со мной происходит наверное я не знаю остался бы нественно неполноценным вот и после этого меня положили в больницу у меня было какой-то степени сотрясения я лежал там дней 10 там мы кстати отличные истории были еще из этой больницы это еще можно на два часа рассказывать со мной лежал просто алкаш в палате который пил одеколон это было великолепно а еще мама тогда очень сильно верила всяким этим знаете бабкам шептухам я когда сотрясение мозга лежал это получается уже моя вторая или третья травма была еще мизинец сломал до этого и пришла бабка шептуха и начала по мне яйца катать классно хорошо что не деда своего в общем то я тогда уже достаточно сомнительно относился к таким действам и сказал чтобы эта женщина отошла и принципе я могу сожрать ее яйца если она их сварит например вот такая вот история вы как бы и до этого понимаете да что я гений по жизни я самый умный человек во дворе был детей таких как я просто не существует потому что я самый умный ребенок в общем мне тоже это в лет 13 4 не в 13 по моему ли двенадцать в общем все это происходило очень типа друг друг с другом типа я стрясение мозга и вот следующая история которая со мной произошла тоже буквально через пару месяцев может полгода в общем родители купили мне новую такту так так для тех кто не знает если меня смотрят дети до двух лет это такая кровать большая просто со съемными подушками подушки были съемные как я и сказал и в тот день когда мне купили эту такту я решил что будет прекрасной идеей например постелить эти подушки на пол и попрыгать на них ну реально попрыгать а вот вы что так не делали батутная арена все ее любят класс великолепно я сделал такую домашнюю батутную арену ну и в общем я начал просто с тахты на них на эти подушки прыгать и было очень весело забавно и в один момент я решил что прикольно будет типа кувыркаться типа просто кровати делаю делать кувырки я делал кувырки а потом тоже очень отличная идея которой я действительно горжусь по сей день это было типа сделать сальто назад просто ну типа прикольная же идея когда ты ребенок слабый до сделать сальто назад вот и я остановлюсь на края этой тахты собственно делаю сальто назад ну и просто головой втыкаюсь в хотел сказать подушки но нет между они разъехались просто я ебнулся головой в пол самое интересное что типа в принципе как бы ну после сотрясения мозга видимо 2 сотрясение но не случается типа голова уже как бы закалена ты знаете как прививка от кори тебе сделали ты больше и не болеешь вот так один раз и трясение мозга получил больше не бывает проверено но бывают другие проблемы я встаю с пола вот так и как бы ну нормально пытаюсь выпрямить шею она все типа она не выпрямляется никак вообще никаким образом я просто подхожу к маме гримом ситуация сложилась следующая патовая скажем так я решил сделать небольшой акробатический трюк в домашних условиях которые повторять вы знаете обычно пишут повторять нельзя там опасно для здоровья вот я сделал такой трюк ты пожалуйста за мной не повторяй но шею хотелось бы распрямить реально но она смотрит меня горит прикалываешься у меня боль дикая боль в общем я помню у меня отец был в командировке не знаю на заработках где-то и мы примерно садимся вот на такую же тачку насколько я помню я сидел на капоте мама справа мужик за рулем общем и мы поехали в больницу меня привозят и говорят что у меня делают снимок и говорят что у меня вылетел позвонок в этом то собственно вся история заканчивается но но самая жесть какая была я две недели лежал на вытяжке на фанере просто твердой и мне каждый день вешали грузы короче говоря тепла тебе одевают такой корсет сюда на шею и каждый день подвешивают грузы чтобы постепенно постепенно выпрямлять шею в общем мне сказали что очень повезло позвонок в общем стал на место я еще потом целый месяц вот эту вот херню не носил на шее как то так друзья вот такие вот отлично интересные истории что хочешь сказать какая мораль не будьте дебилами классно да я придумал не нужно выполнять какие-то действия особенно если вы ребенок да и не ребенок знаете напились друзьями пошли поплаваем в речке поплавал а потом в газетной сфотке пишут пьяный дебил утонул нахуй вот спасибо что посмотрели это видео до конца с вами был как всегда я ваш покорный слуга приятный льдар пойду я сальто сделаю пожалуй на льду всем бога он 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 Субтитры подогнал «Симон»